Для детей, достигших 16 лет. Как заработать миллион? Этот житейский вопрос волнует многих. Причем те, кто научился зарабатывать миллион тенге, заполучить хочет уже миллион долларов. А потом, чем дальше, тем больше. В Казахстане много говорят о том, что население должно уметь зарабатывать самостоятельно. Но другие возражают, чтобы работать на себя, нужно мыслить по-другому. С этим можно согласиться, но тогда возникает другой вопрос. А можно ли научиться мыслить по-другому так, чтобы зарабатывать самостоятельно? На эти и другие интересные вопросы мы постараемся ответить сегодня. Ну и давайте такой абстрактный вопрос. Как заработать миллион? Поделитесь опытом, кто заработал. Ну это, наверное, не с телевизионной передачи нужно делать. Когда зарабатывает миллион, пришел на какую-то программу, угадал ту или иную фразу или дату, и заработал миллион. Как заработать миллион? Заработать миллион в бизнесе – это не дело одного часа, одного дня. Это не телевизионный конкурс. Зарабатывать миллион – это достаточно тяжкий труд. И в первую очередь он труд не физический, а вот здесь мозги должны быть. То есть все-таки мозги нужно с тобой? Времени из Советского Союза, все в ожидании, что кто-то нам что-то должен. Никто ничего никому не должен. Надо научиться в первую очередь понимать это. Может быть, с этого начнем. Мила, вы как специалист по мозгам, как психолог. Скажите, пожалуйста, как нужно мыслить? Ну для начала рассмотрим, из чего складывается наше мышление. Прежде всего это убеждения, которые в нас загрузили в детстве наши родители, воспитатели и ближайшее окружение. А затем эти убеждения становятся верованиями. То есть что такое верование? Это уже, можно сказать, парадигма сознания, через которую мы воспринимаем этот мир. Проводился очень интересный эксперимент. Взяли группу обезьян, разместили очень высоко бананы, поставили лестницу. И когда, то есть для того, чтобы добраться до этих фруктов, нужно было обезьяне по этой лестнице подняться вверх. И как только она практически достигала цели, на нее выливали холодную воду. И, соответственно, животное пугалось. Затем выводили новую обезьяну. И когда та пыталась полезть за бананами, вся группа ее останавливала. Эксперимент завершился тем, что в группе не осталось ни одной обезьяны, которая лично участвовала в том процессе, когда обливали водой. Но, тем не менее, когда появлялась новая обезьяна, ее останавливали. Это вот как раз таки парадигма мышления, основанная на верованиях. В каждой семье, конечно, свои убеждения. Кто-то считает, что деньги честным трудом заработать нельзя. Кто-то считает, что деньги опасны, потому что за них убивают, их отбирают, за них сажают и так далее. И, соответственно, вот эти убеждения, они формируют реальность человека. И вот этот чужой опыт настолько сильно на нас давляет, что даже если человеку вдруг пришла мысль организовать, то есть зажглась у него внутри идея, у него появилось озарение, он знает все, уже примерно построил бизнес-схему. И как мы устроены? Мы же делимся со своими друзьями, знакомыми, родственниками о том, что Эврика, я хочу вот так заработать. С чем мы обычно встречаемся? Совершенно с нересурсным мнением. То есть нам говорят о том, что вот ты сидишь на зарплате и сиди, здесь все надежно, здесь уже все прогнозировано, а что будет там, ты не знаешь. И в случае чего, на что ты будешь жить, ты потеряешь эту работу, и там ты ничего не приобретешь. У тебя нет знаний, у тебя нет способностей, куда ты лезешь. Или такой пример, вы посмотри, Петька начинал, у него не получилось, и у тебя тоже навряд ли получится, потому что конкуренция высокая, возможности мало и так далее. Или это уже было. Да, 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 да. И что происходит с этим человеком в этот момент? Его зеркальные нейроны сонастраиваются с этой информацией, и он эту информацию воспринимает как собственный личный опыт. И лишь только те люди, у которых лимбическая система хорошо развита, и которые способны создавать десенсибилизацию, то есть разделение личного опыта и чужого опыта, они способны остановить вот тот поток этого чужого опыта, который направлен в его сторону, когда он озвучивает свою идею. То есть он способен сказать, стоп, это не мой опыт, то есть я не знаю, чем этот Петька занимался. Может быть, он там взял кредит, и нецелевое назначение было. Пропил. Ну, возможно, или прогулял. Честно говоря. Или на радостях там отправился в путешествие, и тот капитал, который у него остался, он просто не смог покрыть вот эти возможности. И поэтому человек останавливает это и понимает, что это чужой опыт, он ничего общего со мной не имеет. И у него достаточно ресурсов направить свое внимание на тех людей, у которых он действительно может научиться. То есть он смотрит на опыт тех людей, которые уже достигли какого-то финансового успеха, и он их изучает. Он смотрит, что сделали эти люди, каков был их путь, и он учится. Его тоже зеркальные нейроны включаются. Они у нас всегда работают. Главное, куда мы направляем их. Точно так же, как мы идем, учимся танцем и повторяем сложные па через какое-то время очень легко. Поэтому, если человек способен перенаправлять свои зеркальные нейроны и учиться, обучаться, получать новые навыки знания, интегрировать в себя какие-то способности, которые уже давно освоены, он постепенно, не сразу начинает менять свое мышление. Потому что новые нейронные связи выстраиваются от 21 дня до 90 дней. То есть вот минимум 3 недели я постоянно фиксирую внимание на том, как это делать, и пытаюсь в себе развивать новые качества. Я пытаюсь думать, как, допустим, эти люди... Вообще, вот в психологии есть такой метод, называется метод притворства. Я знаю, что в моем окружении даже люди его используют. В каких-то ситуациях они произносят такую фразу. Вот интересно, а как бы поступил вот этот человек на моем месте? Я знаю, что мой сын так делает. И в этот момент происходит действительно отождествление. Мозг, скажем так, приклеивает свое внимание к тому человеку. И вот это отождествление вызывает в человеке состояние, когда к нему приходят идеи или же решение той проблемы, над которой он работает, в соответствии с тем опытом, с которым он склеивается, в соответствии с опытом человека, с которым он склеивается, ну, психологически склеивается, да? И, соответственно, он принимает, обретает какое-то новое решение. И еще, конечно, огромное значение имеют психотипы. Фрейд когда-то нас разделил на 8 психотипов, и они, конечно, распределены неравномерно в обществе. Так вот, из этих 8 всего лишь 3 психотипа – это те люди, которые способны заниматься бизнесом. С процентным соотношением это всего 25%. И вот из этих 25% всего 2% – люди, которые обладают вот таким масштабным мышлением. На выходе мы получаем собственников крупных корпораций, холдингов, всемирно известных компаний. То есть это люди, которым неинтересны сделки за 100 тысяч, даже за миллион тенге. То есть они смотрят очень масштабно на мир. И, соответственно, они находят такие возможности, где можно эти деньги заработать. Роберт Леонидович, вы как раз занимаетесь тем, что обучаете тех, кто хочет научиться делать деньги, зарабатывать миллион. Вы согласны с тем, что сначала нужно поменять мышление? Ну, конечно, именно по этому принципу и построена система обучения. В первую очередь, это наш такой достаточно разрекламированный проект «Бастау Бизнес», который в течение трех лет уже успешно реализуется. Соглашусь смело, что окружение, которое составляет значительную часть будущего восприятия окружающей действительности, которая меняется в процессе обучения, оно играет решающее значение. Когда тебя окружают такие же люди, которые примерно на такой же волне с тобой находятся, потому что пришли на обучение сознательно, их никто не загонял, им это надо. Появилось, что называют Дмитрий Портнягин «Жене внутри». И они захотели его реализовать. Каким образом его реализовать? Сначала нужно научиться, то есть поменять сознание. В ходе обучения бизнес-тренеры, они стараются поменять мышление, восприятие и то, как человек будет относиться к своим рискам, к рискам своих потенциальных контрагентов, к различным моментам, которые могут сопровождать бизнес на этапе формирования, становления, дальнейшей реализации бизнес-идеи, налоговые какие-то вещи, которые действительно зачастую очень сложны к восприятию человеку неподготовленному. Когда он получает первичные консультации о том, что это не так сложно, что это действительно все в твоих силах, что это может тебе пригодиться даже не в рамках реализации вот этой бизнес-идеи, а в будущем, ну, сознание начинает меняться. Портрет обучаемых достаточно различный. Да, допустим, вот у нас на проекте, о котором я говорил, основная составляющая, то есть целевая аудитория – это безработные и самозанятые. Естественно, чего-то высокого требовать от такой категории на начальном этапе очень тяжело. Вместе с тем, при проведении тестирования, хоть оно и достаточно условное, но все-таки определяется способность человека к действиям в непредвиденной обстановке. То есть именно то, что предполагает, скажем, участие в собственном бизнесе, в развитии своей бизнес-идеи и так далее. По этому принципу, ну, не скажу, что процент отсева у нас большой, но все-таки люди, которые не проходят этот тест, мы их не допускаем до обучения. Да, в смысле? Да, потому что, ну, действительно, с другой стороны, вот смотрите, заработать миллион можно разными способами, да? Ты можешь получить стандартное образование, ну, в общепринятом этом смысле, стать прекрасным специалистом, устроиться на престижную работу и заработать свой миллион. При этом, в принципе, да, это твоя работа в этом случае будет выполнять роль твоего бизнеса. То есть если ты будешь относиться к способу зарабатывания денег как к собственному делу, не больше, не меньше, да, то есть со всеми вытекающими отсюда последствиями, то мышление, наверное, у тебя тоже примерно начнет трансформироваться, и в последующем, возможно, ты придешь к чему-то тому, чтобы открыть собственное дело. Это связано, наверное, в первую очередь с компетенциями, где очень ярко прослеживается индивидуальность учителя, медицинские работники, ну, я не знаю, работники искусства там. Ну, вот там, где действительно человек может на индивидуальном поприще показать и доказать свою жизнеспособность и способность к жизни своей идеи в будущем. То есть приложить свои знания, опыт и усилия, и получить, ну, те же самые вожделенные деньги, да. Другое дело, что не все бизнес-тренера, в том числе и самые известные, относятся всерьез к таким перспективам. То есть многие из них говорят, что, ребята, ваши хобби, ваши знания и ваши умения – это блажь, которую вы будете, скажем так, следовать чуть-чуть попозже, когда вы заработаете деньги, когда вы узнаете, как зарабатывать деньги, при этом… Странно, почему так? Вот так вот, да, то есть значительная часть бизнес-тренеров, ну, Джон Ван Эйкин, допустим, да, очень, скажем так, говорит всерьез, что надо заработать сначала деньги, а потом уже заниматься своим хобби, для того, чтобы это было вам, ну, скажем так, в кайф и так далее. Вот. То есть системы разные бывают, и для каждого, наверное, специальной какой-то программы, какой-то дорожной карты, чтобы вот взяли человека, там, обсмотрели его со всех сторон и выдали заключение, не то, что годен, да, а тебе вот туда, вот туда, вот, товарищ, да? Такого нет, естественно, каждый для себя выбирает свой путь, и то, насколько ты серьезно подошел к этому выбору, то, насколько ты готов к реализации собственной бизнес-идеи, наверное, и зависит процент его успеха. В прошлый раз, когда мы общались, ну, прозвучала такая статистика, что 90% бизнеса погибают в течение 5 лет. И в течение следующих, там, по-моему, 5 лет, да, погибает еще 90% от 10 оставшихся. И вот тогда, только тогда, получается 2% от общего количества, которые действительно становятся, ну, я не знаю, Рокфеллерами, Морганами и иже с ними. Ну, может быть, и не обязательно, чтобы становились Рокфеллерами. Я вот прямо поймаю вас на этой фразе, на предмет того, что вы говорите в течение 5 лет. Это как семья, да? 5 лет, 10 лет крепость проверяется. А я вспоминаю 90-е годы, в начале 90-х, в конце 80-х, начало 90-х годов, ну, бизнес не ударился, наверное, только самый ленивый. Кто только мог. Я хорошо помню огромное количество людей, которые стали зарабатывать совершенно сумасшедшие по тем временам деньги. Через 3-4 года доброй половины их не стало слышно. Кто-то, извините меня, погиб в борьбе за это дело. Кто-то просто-напросто эти деньги прокатал в разных местах, погуляв. Потому что в бизнесе нужно уметь работать, а не получать шальные деньги. Через 10 лет из этой огромной массы людей, я могу назвать, ну, человек 10, наверное, на моей памяти, вот живущих здесь, в нашей области, которые и сохранили свой бизнес, и развили свой бизнес, подняли его на ноги, достаточно прочно встали на ноги. И вот как раз, наверное, вот этот тот случай, который вы говорите в качестве примера. Я продолжу свою мысль. Смотрите, да, вот, несмотря на эту статистику, которую я привел, которую все знают практически, да, вполне вероятно, что какая-то часть из этих бизнес-проектов, она и была рассчитана на 5 лет изначально. То есть именно в течение такого времени этот бизнес и должен существовать. И он потом, когда уже к логическому своему концу пришел, то есть он послужит основой для чего-то нового, допустим, или еще что-то. Другое дело, что на место выбывших, допустим, приходят новые люди, которые хотят тоже попробовать себя в этой же стезе и так далее. Ну, вот, как-то так. Ну, вот, известный бизнесмен Евгений Чичваркин говорит, что если вы работаете 8 часов в день и не стали миллионером, то вы, ну, трансформируем такое с низким IQ, так скажем. Насколько это справедливо? На мой взгляд, все равно же, как Мила сказала, есть люди, которые призваны зарабатывать деньги, управлять, а есть те, кто хорошо делает свою вот работу локально. Мне кажется, что автоматизация бизнеса, о чем сейчас практически все бизнес-тренеры говорят, это иллюзия. Если ты не в бизнесе, то ты вне его. И на самом деле приходится работать много. И приходится непосредственно быть включенным в разные процессы, чтобы понимать, как это все происходит, иначе просто ты не сможешь держать на высокой волне, высокой тональности свой бизнес. Это однозначно, да. Как человек, который, в общем-то, много-много лет занимается бизнесом, я могу сказать, что не получилось до сих пор у меня автоматизировать. И кроме того, я наблюдаю тех собственников бизнеса, которые повелись на эту идею, и как они растрачивают потенциал своего бизнеса. Просто на глазах в течение года бизнес дает позиции. Тогда, когда все это просто отдается доверенным лицам, и кто-то улетает куда-нибудь в Таиланд курить бамбук или под пальмой есть банан. То есть это иллюзия, такого не бывает. На самом деле, тот человек, который в бизнесе, он работает очень много. Он, конечно, работает не лопатой. Он, конечно, на телефоне, с бумагами, с отчетами, он постоянно что-то модернизирует, что-то обдумывает. То есть у него работает голова. Но такого не бывает, что он просто сел и начал смотреть сериалы. Но не бывает такого. Продолжу мысль, соглашусь в полной мере. Действительно, все люди, которые развивают собственный бизнес, малый, большой, средний, с которыми я знаком, которые на слуху у всех практически, они достаточно серьезно, много. И зачастую очень тяжело работают. Вспоминая слова, которые вы только что привели, давайте вспомним, где сейчас оказался Евгений Чичваркин. В принципе. И еще парочка таких же персонажей, которые примерно похожим образом высказываются. О том, что люди, которые не имеют в течение 30 лет миллион долларов в кармане, они для меня, условно, быдло и все остальное. Интернет пестрит таким высказыванием, конечно, не очень приятно. Потому что основная масса народу начинает с очень малого. То есть, пожалуйста, собственная бизнес-идея, которая приносит на начальном этапе очень-очень немного. То есть, всего-навсего, я не знаю, лоток с мороженым на набережной, к примеру. То есть, чего необходимо начинать со всем молодым. Почему это интересно, допустим, для начинающих? Пока ты молодой, пока ты студент, ты не боишься. То есть, у тебя за плечами нет такого опыта печального, который, как правило, преследует. Страха нет, да. Да, людей более старшего возраста, у которых есть негативный опыт, к сожалению. Который, вот как Мила правильно сказала, способствует тому, чтобы немножко притушить огонь, который у тебя зажегся. Малька Галамжановна, у меня такой вопрос к вам, как к представителю поколения, которых воспитывали совсем в другом ракурсе. В Советском Союзе. Да, то есть, в Советском Союзе больше готовили исполнителей, чем людей, которые должны там самостоятельно что-то развивать. Которые должны следовать генеральной линии партии и так далее. Да, фраза. В какой момент, как вам удалось переключить мышление? Как это произошло? Ну, вот если начать с фразы, что партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Вот как раз я из этого поколения. Потом я же учитель по образованию. И 20 лет моей профессии учительской тоже дали и наложили отпечаток. Притом я же не просто какой-нибудь учитель, я учитель истории, истории, этнографии. Я там за социализм и советскую власть билась грудью со своими студентами. Так хорошо им убеждала. И однажды, когда начались события конца 80-х годов, ну, уже сомнений было достаточно много. И у студентов у нас тоже достаточно было вопросов к нашим преподавателям. И с нами много беседовали на предмет того, что мы неправильно соображаем, нам не так надо. То есть нас воспитывали, вот правильно говорить, вот так вот идти прямой дорожкой, всё. Не надо там влево, вправо. Вот вам сказали так, вот надо так исполнять. И мы огромная страна и сегодня такие. Нас вот приучили к этому и по-другому. Мы вот шоры вот здесь у нас. Мы не видим, не слышим. И нужно, чтобы вот тебе, извините, по голове так вот стукнули хорошо чем-то, не физически даже. Чтобы ты понимал, что что-то ты не то делаешь, не так ты думаешь. Надо посмотреть на мир иначе. У нас возможности ведь что-то видеть, слышать, смотреть практически не было. Вот пресса нам даёт вот эту информацию, да, и мы этому верим. И вообще вот страна, народ, который привык верить вот этой бумажке газетной, экрану, вот там сказали, значит, так оно и есть. А то, что, извините, нам не просто лапшу на уши вешали, а нам вымывали наши мозги. И очень нужно постараться, чтобы вот эту всю шелуху смыть. Оно не всем удаётся. Я вот себе благодарна, что я смогла пережить вот это всё, переосмыслить. Правда, это досталось мне достаточно физически, потому что вот после всех этих потрясений, ты, ну понимаете, вот человек, который вот учил детей, рассказывал, говорил, что вот этот режим, эта система, это всё, это замечательно, это прекрасно. И вдруг твоя вера рухнула, твоё доверие. Ну, я на несколько месяцев в больницу попала. Для меня это была страшнейшая трагедия. И было время обдумать всё это. И те, кто вот смогли это пережить, они сегодня и в бизнесе, и в жизни, они удачливые люди. И они сегодня, наверное, из той категории, так же, как я, слушают, смотрят, но не верят. Здесь нужно веру не ту, которая тебе с экрана подают, а ты научиться должен сам смотреть, анализировать и думать. Вот когда ты научишься думать, анализировать, ты будешь на это смотреть совсем иначе. Я с большим аппетитом, уважением отношусь и к прессе, и телевизионной, и газетной. Я понимаю, что очень часто и чаще всего приходится им писать то, что дают заданию сверху. Но надо научиться читать между строк. И надо смотреть и просеивать любую информацию. А для этого надо самому очень много читать, слушать, думать, смотреть. И мне прям вот история, которую Мила сейчас сказала, я прям себе её взяла на вооружение про этих обезьянок. Вот мы целая страна такая. Я вот эту ситуацию всегда говорила своим студентам. Вы знаете, мы как болото. И вот кто-то пытается из этого болота выкарабкаться, его бак по башке, и опять туда. Сиди, не высовывайся. Будь как все. И вот быть как все очень тяжело жить в этой системе. Для тех, у кого уже по-другому мозги настроены. И сегодня то же самое. Может быть сегодня, кстати, полегче. Всё-таки мы научились видеть и слышать. Это трудно, это сложно. Но мне вот это удалось. И я ушла в бизнес от отчаяния, от безденежья. На что-то нужно было жить. И я хочу сказать спасибо той ситуации для меня сложившейся, что она меня выпихнула в эту жизнь. Совершенно неведомой для меня. Стать швейником, стать бизнесменом. Я никогда не знала, что такое счёт фактура, как она заполняется. Я впервые видела эту бумажку. Я же потому что знала расписание уроков. По урочной планы. Пожалуйста, любой сделаю. Уроки провести какие угодно, открытые, закрытые, что угодно. А тут тебе нужно рассчитать планы. И всему приходится учиться. Если ты не будешь этому учиться, если ты не будешь 20 часов в сутки работать, то, извините меня, тут никакой IQ тебе не поможет. Тут пахать надо. То есть, по сути, вы пошли в бизнес, потому что вам нечего было терять. А мне нечего было терять. Вот очень многие начинали тогда, потому что мне нечего было терять. И вы знаете, это время храброе. Я сейчас так завидую этому времени. Мы ничего не боялись. Потому что терять-то нечего было. Всё равно один чёрт, там ты нищий будешь, тут нищий будешь. Попробуешь, но всё, никто тебя не обидит. Смеяться не будет. А сейчас, когда прошло уже почти 30 лет твоей работы в этом деле, и когда ты вдруг потеряешь этот бизнес, вы знаете, начинаешь себя чувствовать очень неловко. Думаешь, господи, что люди скажут? Вот опять-таки срабатывает, да? А что люди скажут? Да мне плевать, в принципе, что люди скажут. Главное, чтобы моя семья и мы были живы-здоровы, мои сотрудники. Но вот это вот сидит, и поэтому тут бьёшься, карабкаешься, чтобы только удержаться на плаву. А по-другому не бывает. Мила, к вам вопрос. Вопрос. Получается, бизнесмены – это люди, которые всегда сражаются. Либо с конкурентами, либо с самим собой, с собственной ленью. Правильно? Ну, не соглашусь, не совсем. Нет, конечно. Дело в том, что если ты сражаешься с собственной ленью, бизнес не получится, потому что бизнес строится на ресурсе. Тебя утром поднимает какая-то энергия, какой-то твой внутренний вот этот запал, и ты не можешь остаться дома, потому что тебе нужно реализовать эти идеи. К конкурентам я вообще отношусь по-другому. Я считаю, что конкуренты – это благо для потребителя. Не будет конкурентов, на потребителя вообще все просто начихают и будут заниматься только обогащением. Поэтому, когда многие боятся, что конкурент что-то у меня украл, идею, слоган, еще что-то, я этого, например, никогда не боюсь. Я считаю, что это всего лишь подтверждение тому, что я на шаг дальше этого человека. Хорошо, он украл, это меня подталкивает к тому, чтобы я посмотрела, а что же еще нужно потребителю, что я еще могу ему дать, чем я могу еще удивить или заинтересовать своим продуктом, услугой, товаром. И, соответственно, это заставляет постоянно предпринимателя двигаться вперед. Это эволюция, это игра, это не борьба, далеко не борьба. То есть, если рассматривать как борьбу, ты не в ресурсе, ты не выйдешь из конкуренции. То есть, конкуренты – это не враги, конкуренты – это те люди, которые тебя заставляют двигаться вперед. Потому что мы всегда проходим стадии развития, стагнации, спад. Вот если предприниматель вовремя увидит, что завтра будет спад и пойдет снова наверх в фазу развития, то он будет очень легко преодолевать свои кризисы. Потому что обычно люди выходят из кризиса, когда он уже упал в яму. И когда он уже столкнулся с рядом каких-то трудностей, ему нужно выбираться из этого кризиса. А вот более мудрый предприниматель, он всегда предвидит немного на шаг вперед, что дальше будут какие-то трудности. И нужно сейчас опередить эти трудности. Что слишком все спокойно, что слишком все освоено. И поэтому нужно что-то внедрять. Либо нужно масштабировать бизнес, либо нужно вводить какие-то новые сегменты. Но нужно двигаться дальше. Бизнес – это не болото. Он никогда не будет в стадии стагнации. Он всегда будет тебя заставлять. Он либо тебя уронит вниз на дно, либо он тебя будет заставлять двигаться вперед. По-другому никак. Ну вот Роберт Ринатович сказал про огонь, который другие тушат. А как этот огонь в себе зажечь? Что вот у каждого своя мотивация? Или у бизнесменов примерно в общих чертах мотивация одна по схемам, по принципам? Не знаю. Можно я два слова буквально скажу по поводу этого? Мотивация одна. В моем случае мотивация одна. Мне, во-первых, моя работа нравится. Я ее очень люблю. Я прямо с удовольствием просыпаюсь утром скорее бы на работу. Хотя вы были просто учителем. Да, хотя мне нравится, потому что мне нравится. Я начала делать то, что мне нравилось. И результат получается. И я прямо слушаю Милу с удовольствием, думаю, господи, как она все правильно говорит. Я своих конкурентов очень люблю. Не будет конкурентов, не будет движения вперед. Ну так же? Конечно, да. Это что это будет? Тогда ты сядешь, сидишь довольный такой. Не то, что ты там зарабатывать на этом будешь деньги, а тебе становится скучно. Когда я на работе часто говорила, девочки, что-то надо прием, что-то мне так стало скучно, они за голову хватались, господи, что ей еще не хватает. Это стагнация, да. То есть это значит, что нужно что-то новое придумывать. Что я уже чувствую, что уже что-то надо двигаться дальше, да? Вот это как раз прямо, вот ты говоришь именно то, о чем ты думаешь всегда. То есть брать нужно новую высоту. И наша психика так устроена. Мы когда осваиваем что-то, мы вкладываем туда энергию. Когда мы это завершили, эта энергия возвращается к нам, и у нас появляется новый ресурс для того, чтобы двигаться вперед. Опять же, мы же выбираем какую-то нишу для бизнеса. В любом случае, она, ну хоть как-то нам нравится. Пусть она, конечно, может быть, не закрывает полностью наши потребности. Пусть это не хобби, от которого мы в восторге и полностью удовлетворены. Но в любом случае, мы же не просто так выбираем нишу. Всё равно же это как-то созвучно с нашим внутренним миром, состоянием, с нашими навыками и способностями, либо с предпосылками к этим способностям. И поэтому, естественно, у нас есть энергия для того, чтобы это реализовывать. Если, например, я чувствую, что у меня нет энергии, то значит, я где-то слила свой ресурс, я просто анализирую. А что не так, да? То есть это значит, что какой-то включился психологический фактор, возможно, поднялся какой-то страх, возможно, какие-то сомнения, какие-то разочарования. Как преодолеть эти страхи? Ну, разные варианты есть. Можно сходить к психологу, а можно самостоятельно пересматривать свои состояния. То есть почему это, откуда это возникло, что на меня повлияло, насколько эти страхи рациональны. Потому что некоторые страхи действительно бывают рациональны. Потому что наше подсознание, оно ведь с нами разговаривает. То есть это как бы называется интуиция, да, или подсказки. Может быть, тебе нужно какие-то превентивные меры предпринять для того, чтобы избежать каких-то сложностей. А иногда это просто заимствованные чувства. Насмотрелся там СМИ, да, каких-нибудь страшилок, и упал в эмоциональную яму. И у тебя нет ресурса. И вот когда ты вовремя, ты когда анализируешь свое состояние, и вовремя вытаскиваешь себя из этого, ты постоянно будешь в ресурсе. Это не так сложно. – Роберт Ринатович, скажите, пожалуйста, к вам приходят молодые предприниматели с своими идеями? – Не обязательно молодые. – Не обязательно молодые? – Не обязательно молодые, потому что, скажем так, у нас есть статистика. – Начинающие, правильно говорить. – Ну, может быть и так, и действующие тоже. Потому что есть ряд проектов, которые направлены именно для развития действующего бизнеса. Ну, вот, продолжая ваш вопрос, предугадывая, да, они приходят с вопросом о том, ну, что же вот мне делать, да. В первую очередь, наверное, основной ответ, наш, по крайней мере, да, надо учиться. То есть для того, чтобы ты, если пришел с этим вопросом к нам, да, для того, чтобы ты понял хотя бы и разобрался в собственных мыслях, что тебе надо. Потому что, кроме тебя, на это, ну, вряд ли кто-то ответит. Очень тяжело. В процессе учебы, смотря на какую аудиторию рассчитан тот или иной обучающий проект, то есть человек, в принципе, он начинает осознавать, во-первых, то, в какой точке пространства он находится сейчас. Второе, куда ему необходимо двигаться. Третье, что для этого движения ему необходимо предпринять, какие ресурсы накопить и так далее. То есть все зависит. И продолжая мысль Милы, да, что возможно в этом же обучении, невозможно, наверное, а такой момент мотивации там тоже присутствует, причем очень серьезный. Вот. Бизнес-тренер старается зажечь тот огонь, который, которого либо еще не было, который уже начинает гаснуть, либо который начинает гаснуть. То есть основная задача бизнес-тренера в этом случае, то есть на наш взгляд, это не столько научить основным премудростям начало движения, да, а именно то, чтобы не скатываясь на условности бизнеса, такого как МЛМ, да, все-таки зажечь в нем желание двигаться, производить какие-то товары, услуги и так далее. Вот есть же предприниматели, которые начинают нигде не участвовать, никакой школы бизнеса, ничего. Вот он просто, ну, как говорится, от природы, да, ему дано. Он ничего не читает, он там не стремится к высокой интеллектуальной... Мы сталкивались с такими людьми на начальном этапе. Вот мне интересно, они имеют шанс на успех? Они имеют шанс, все имеют шанс на свой успех. То есть действительно встречаются талантливые самоучки, которые проходят это на собственной шкуре, на собственных ошибках, на собственных шишках и так далее. То есть вот эти вот оплеухи и зуботычины судьбы, они всегда будут преследовать их, да. В этом случае, когда такие люди попадают, допустим, на обучающий проект начального уровня, ну, такое вот было буквально года, наверное, три назад, когда только-только эта система обучения на Томикена выстраивалась. То есть приходят люди, которые хотят узнать что-то новое. Они все это уже знают, они все это на собственной шкуре уже прошли. Говорят, да чему вы новому нас научили? Ну, вот вполне закономерный ответ, да. А вот если бы ты имел эти знания в начале своего пути, насколько было бы тебе легче его развивать? Ну, хорошо, ладно. Когда ты выбирал проект, куда идти? Вот у нас вот это вот есть, допустим, бизнес-советник начальный там, да. Продвинутая версия, бизнес-рост, проектное обучение, что-то такое среднее между проектным офисом, когда действующий предприниматель помогает начинающему для того, чтобы он мог реализовать проект примерно в той же сфере, в которой действующий предприниматель сам находится и старается, чтобы… Ну, это менторство уже, да, такие люди тоже есть, которым нужно действительно проявить себя, показать свои лучшие качества, чтобы научить действительно чему-то, ну, такого начинающего коллегу. Возможно, даже вырастить себе конкуренты. Куда же без этого? Ну, не все соглашаются, но… Вот, то есть, когда ты выбирал для себя проект, ты бы мог подумать немножко шире для того, чтобы, ну, для тебя это обучение было интересно. В конце концов, есть у нас достаточно серьезные проекты, когда у нас обучение проводят сотрудники Казахстанско-Британского университета. То есть приезжает старший сеньор, это, значит, представитель бизнеса очень серьезного из-за рубежа, который непосредственно на предприятии, либо в организации осуществляет мониторинг всех процессов, а потом выдает какие-то результаты о том, что, товарищ, тебе нужно поменять вот здесь, вот здесь, вот здесь, и будет тебе счастье. Вот вы все общались с разными людьми, с разными бизнесменами. Такой вопрос, бизнес западного образца, бизнес наш, он разный? Люди, мышление их разное, отношение к бизнесу разное? Или на любом уровне можно со всеми договориться и всех понять? Мотивации, может, разные? Абсолютно разное мышление. Мы пока что далеки от западного, и тем более от американского варианта бизнеса. Поэтому я всегда говорю, что интеграция тех моделей бизнеса не всегда приемлема в наших условиях, в связи с тем, что у нас пока еще проходит великий шелковый путь. То есть наш бизнес, он больше основан все-таки на... На транзите. Да. То есть многие вещи, которые у американцев сейчас популярны, которые везде пропагандируются, и которые даже Москва привозит к себе, они не все приживаются. Сейчас пока из бывших стран СНГ в этом направлении лидирует Украина. То есть там вот как-то все-таки бизнес более адаптирован под европейский вариант. Еще мнение? Говорите. Скажем так, я соглашусь с Милой. Во-первых, мы еще не прошли до конца тот путь, который прошел бизнес западный. То есть нам еще достаточно много предстоит работать и в этом направлении и так далее. То есть имея за плечами такой опыт, достаточно серьезный, как на Западе, в принципе, выстраивать новые модели бизнеса гораздо проще. Что сейчас востребовано? Ну, вот с моей точки зрения, да. Очень... Есть действительно интересные вещи, которые придумывают наши с вами соотечественники. И они такие достаточно новые. То есть не копируют, а именно... Да, именно свое что-то придумают. Их немного, но они есть, да. И когда это все замечают... В основном, конечно, я соглашусь, что это реплики. То есть уже действующие модели, которые, в принципе, на уровне франшиз, они даже если ты их не приобрел, а где-то там, условно, стащил, увидел, подглядел, да, и начинаешь их реализовывать здесь, они, как говорит Мила, да, приживаются, не приживаются. Это зависит от твоей идеи, от твоей энергии, от того приложения, от нашего менталитета, в конце концов, да. Ну, такая глупость, как спиннер, ну, тоже имеет право на существование, правда же? Ну, и она, как бы, разошлась, прижилась. Ну, скажем так, к чему я все это веду? Люди, которые, продолжая вот свою тему предыдущую, да, имеют уже опыт свой, собственный, да, получив какие-то знания, которые, возможно, даже они уже прошли, да, но при этом подача была структурирована, такая, четко выстроена и так далее, они приобретают для себя, ну, условно, даже не знание, да, а, наверное, какой-то вектор движения другой, вот, я бы так сказал, потому что они начинают, если не кардинально менять сторону, куда двигались, то, по крайней мере, очень серьезно ее корректируют. Ну, я не знаю, вот у меня такой опыт общения, потому что отзывы о тех курсах, которые мы организовываем, это о помощи, которые оказываются, ну, зачастую вот такие. Вот, сталкиваясь с представителями бизнеса из-за рубежа, ну, конечно, культура бизнеса у них развита гораздо сильнее, то есть это навыки деловых переговоров, да, о том, в чем мы еще пока не до конца освоили все эти тонкости и премудрости, потому что деловые переговоры – это искусство. Отдельная наука, да. Да, Владимир Тарасов со своим искусством управленческой борьбы, ну, имеет очень много сторонников, в том числе и за пределами бывшего СНГ, да, и там проводятся целые чемпионаты по этому направлению. Вот, что еще? Маркетинг, конечно, да, то есть здесь, несмотря на то, то, что у нас имеются какие-то уже свои наработки, то, что имеет, ну, скажем так, условно-западный мир в этом отношении, это все-таки пока еще несравнимо. То есть, если подвести итог по поводу самоучек и зарубежных бизнесменов, то получается, во-первых, самоучки, да, они есть, они могут без обучения делать бизнес, но если бы они учились, то… Это было бы проще. Бизнес был бы куда быстрее развивался бы, да, и, скорее всего, куда шире. Может быть, да. А если брать зарубежных бизнесменов, то у нас, получается, пока еще менталитет не дорос. Ну, понятно, постсоветское констанство, да? Вот здесь можно я добавлю. Вот здесь мы добавлю. Знаете, почему мы отличаемся? Вот мы когда говорим о менталитете разном. Европа, Америка, например, выросли в условиях граждане свободы. Свободы слова, свободы самоутверждения, независимости. У них способность к самостоятельности мышления и умению отвечать за свои поступки, называется, да? Они именно выросли в этой свободе. Мы не выросли в этой свободе независимости, мы не выросли в свободе слова. И вот это нас держит, мы разные в этом плане. Тут можно что угодно говорить и такие, и такие, и такие. Но корни там. Корни там. И они из нас, какие бы мы костюмы не одевали, от Версачи, от кого угодно, они из нас, особенно в переговорах, в общениях, из нас прям вылезают. Мы где-то зажаты, где-то мы сдержаны, где-то мы комплексуем, где-то у нас во многих сидит страх. Я вот даже о себе говорю, я часто боюсь. Где-то простоволосится, где-то бывает неуверенность. И самое главное, вот эта неуверенность в своем завтрашнем дне в бизнесе. Хорошо. Ну, опять же, по поводу этих страхов. Можно ли пользоваться для преодоления страха... Вот мило пусть говорит. ...какими-то примерами других людей? Или каждый случай, он настолько индивидуальный, что не следует смотреть, вот он так поступил, я так же сделаю, и у меня все получится? На самом деле для преодоления страхов сейчас огромное количество инструментов. И можно, конечно, и нужно пользоваться примером других людей, потому что это уже освоенный опыт. Для этого вообще существует менторство, наставничество, поддержка и так далее. Это в психологии называется опора на чужой ресурс. И это, наверное, самый короткий и быстрый путь к успеху. И, конечно же, очень много сейчас психологически доступных возможностей. Просто открываешь интернет, и очень много психологов, которые просто так дают, определённые практики, которые настолько лёгкие бывают, что на раз-два-три решаются. В частности, например, огромное количество дыхательных практик, где можно убрать любое состояние всего за одну минуту, например. То есть физически убрать психологическое состояние. Да, да. Это упражнение очень хорошее. Вот и всё. В Советском Союзе, да, в институте в этом учили, кстати. На самом деле, те, кто хотят работать со своими эмоциональными состояниями, очень легко могут найти возможности, даже без похода к специалисту. Я соглашусь, милый, существует действительно масса, в том числе и литературы. Вот реально, допустим, слушая или читая книгу, слушая случай аудиокниги, ты начинаешь осознавать, что те состояния, в которых ты, допустим, находился или находишься, это уже пройденный кем-то опыт. И они уже есть, и выкладки эти до такой степени расписаны, вплоть до алгоритма, действительно, что необходимо в этом случае делать. Как переходить на более высокие или более низкие энергетические уровни и так далее. Что есть, скажем так, суть теории конфликтов. То есть здесь все вот эти вот именно образовательные практики, они сейчас очень доступны, пожалуйста, ими можно воспользоваться. Достаточно, ну, конечно, одной книги не хватит по этому поводу, но, по крайней мере, какие-то основы для себя, основы психологии, основы того, как ты сможешь перестроить свое подсознание в том числе, да, что оно будет помогать тебе, а не мешать. То есть не бояться страхов, а использовать эти же самые страхи для того, чтобы двигаться дальше. Вот, в принципе, так. Ну, у нас немножко времени осталось. Коротко хотелось бы услышать вот такую тему, ваше мнение. Бизнес, на самом деле, это не только успех, да, там всегда будут какие-то неудачи. Как здесь быть? Вот как преодолевать неудачи? Если неудача тебя останавливает, значит, ты не бизнесмен? Пожалуйста. Потом я дополню, наверное. Есть такая шикарная фраза «Предпринимателю удобно в любой ситуации, а если ему неудобно, то он не предприниматель». То есть самое первое – это гибкость. Если он развивает гибкость и встречает любую трудность просто к текущей задачи, на которую он должен найти ответ, то, значит, у него уже изначально есть потенциал предпринимателя. И если любое изменение законодательства, каких-то внешних условий, его вводит стресс, очень спорно, почему он стал предпринимателем в принципе. Потому что, скорее всего, он просто попал в волну удачи, каких-то внешних сопутствующих ему обстоятельств. Все время везло. Да, да, да. Но навыков он этих не развивал себе. То есть он не знает, как выходить из вот этих кризисов. Поэтому если ты гибким не стал, то в бизнесе тебе делать нечего. Ты должен уметь подстраиваться под текущие обстоятельства. Взлетел доллар. Ну так ты подумай, что с этим сделать. И как выгодно для себя и для своего бизнеса использовать эту ситуацию. А не сидеть и не рыдать. О, Боже, сколько денег я потерял. Потому что предприниматель на деньги смотрит, вот как на тот продукт, который уже выходит из его рук. Ну вот как я, например, смотрю. То есть я смотрю на деньги, это уже как на производную моих энергозатрат, моего ума, моих знаний, моих способностей. И я не смотрю... Вот еще один такой момент, который тоже очень часто делает ошибку предприниматели. Они смотрят на выходе на каждый сегмент своих действий. То есть есть там продукт или нет. А я вот, например, смотрю в целом. Если у меня в целом все мои действия дали, ну хотя бы по одной позиции результат, то я считаю, мои все эти действия в совопытности были успешными. Дополню. Смотрите, да, не каждое начинание, оно заканчивается положительным итогом. В этом случае человек, который обладает уже достаточно развитым предпринимательским мышлением, он, ну, скажем так, два развития событий, плюс-минус, да. То есть все хорошо по положительному сценарию, то есть ты все делаешь правильно. По отрицательному что-то не пошло, разорился бизнес, там, какие-то вещи произошли, я не знаю, ты приобрел опыт. То есть если подходить к этому процессу с другой, вот с этой точки зрения, то этот опыт, он обязательно пригодится тебе при развитии будущего дела. Вот, если следовать этой логике, то все, что делает предприниматель, оно ему на благо идет. То есть неправильно он выстроил какую-то маркетинговую политику, он приобрел опыт для того, чтобы в будущем выстроить ее правильно. Неправильно определил целевую аудиторию для твоего товара или услуги. В следующий раз он уже будет более предметно подходить и сделает работу над ошибками. То есть человек, который не обладает такими навыками, он, естественно, опустит руки, посыпет голову пеплом, зарыдает, упадет лицом в грязь. Ну, все, на этом все. Все умерли, в общем. Маляка Голова. Ну, без опыта ошибок бизнеса не бывает. Нет. Никто нам этот бизнес на тарелочке не преподнес. Я о себе говорю в частности. Никто мне не подсказал, никто ничего не посоветовал. И даже дружно все говорили, зачем тебе это надо, чего тебе не хватает, сиди ты спокойно. Что ты там в пионерском галстуке сейчас бегать будешь. В этом бизнесе ведь набиваешь шишки такие. И если ты действительно будешь там голову пеплом посыпать, рыдать или там жаловаться кому-то, то все, это закончилось. Наоборот, я радуюсь. Все, значит, ты что-то не то сделала. А что можно сделать? Если ты не будешь перестраивать свои мозги и не будешь эти ошибки свои анализировать, то у тебя дальше движения не будет. Ну, какой бизнес без ошибок? Ну, всегда бывает. Какой бы ты там умный был, какой бы ты ни был замечательный. Просто мы никогда не говорим об этом. Мы же сами знаем, что мы сотворили, что мы не так сделали и что нужно сделать. Вот потому мы здесь и сидим. И, наверное, самое главное в этом случае для себя предоставлять право на ошибку. Если ты загонишь себя в угол и будешь грызть за то, что ты сделал и страдать, то ты зациклишься на проблеме, а не на ее решении. Вот как бы так. Ну, на этом, я думаю, можно эфир наш заканчивать. Я думаю, наши телезрители, те, которые задумывались о том, чтобы зарабатывать самостоятельно, получили массу полезнейшей информации, которая в одном месте аккумулировалась, что бывает очень редко. И в этом плане вам уже повезло. Я надеюсь, что в следующий раз вы также будете смотреть нашу программу «Дела житейские». Я напоминаю, что вы можете сами предлагать свои темы в группе ВКонтакте под названием «Резонанс» или на одноименной странице в Фейсбуке. Можете писать на мою страничку в Инстаграм. У вас есть возможность стать гостем нашего ток-шоу. Все выпуски «Дела житейских» смотрите на телеканале «Костанай» и на сайте нашего телеканала «КостанайТВ.Кизит», а также на моем канале YouTube. На этом я, Роман Попов, прощаюсь с вами до следующей недели. Увидимся в это же время на телеканале «Костанай». Такие у нас дела. Редактор субтитров А.Семкин